Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так было и с группой интонация Правда, ребята сами не знали радоваться им или плакать Сначала и проект не планировался Мы просто встретились с предыдущим солистом группы С Александром Лиром И просто попробовали сделать вместе Совместную композицию Получилось так, что мы выложили в интернет И буквально через 2-3 часа проснувшись Мы увидели, что сотни тысяч дубликатов Уже названы как Бумбокс Иоса и Бумбокс Баста Проснуться однажды знаменитым музыкантам не удалось Зато их песня сразу запала в души слушателя К счастью, сейчас справедливость восстановлена Но теперь интонация Уже существует давно Как самостоятельный проект Как самостоятельные ребята И это круто Я даже думаю, что это пошло им на пользу Что они смогли переломить этот момент Когда их с кем-то путали Сами ребята уже давно не переживают И стараются мыслить позитивно Название их дебютного альбома Все просто это доказывает К тому же работа над новыми песнями Всегда дарит артистам много приятных эмоций Это какое-то такое, знаешь, немножко волшебное состояние И оно очень странноватое Но оно прям, ну, очень классное Я не знаю, это примерно как принимать ванну с теплым молоком Я, правда, ни разу не пробовала этого Но мне кажется, это безумно приятно Запись альбома – это всегда в удовольствие И, конечно же, это просто А исполнить несколько песен с своего дебютного альбома Группа «Интонация» еще проще Но не только ребята зажигали на сцене Поддержать их пришла Эльвира Те А лучший подарок от артиста артисту – это, конечно же, песня Захотелось чего-то более весеннего Вот такого чего-то яркого и позитивного Как, например, обложка альбома Очень, кстати, такая кубически абстракционная Я бы так сказала Очень необычно Молодцы ребята Поэтому я им принесла сегодня свою новую позитивную весеннюю песню Весна хорошо влияет на музыкантов Каждый день что-то новенькое Ребята из группы «Интонация» совсем разошлись Мы уже готовим другой альбом, следующий И у нас уже много материала Самое главное, что мы с Сашкой спелись Еще с нами есть еще один замечательный человек – Виталий И мы все только-все только-только начинаем делать Загадочный Виталий пока не выступает с коллегами Но совсем скоро дуэт «Интонация» превратится в трио Не успели ребята заявить о себе, как уже не раз меняют состав Главное, чтобы такие изменения пошли группе только на пользу И больше их ни с кем не путали Ну а к следующему сюжету у меня особенно теплое отношение Ведь там будет блистать моя дорогая Оленька Золотая Чего в мое отсутствие натворила ее золотая голова И при чем здесь мода? Узнаем из рубрики «Фэшн» Оказывается, у российского дизайна есть свои родители А точнее мама – Яна Недзветская По крайней мере, она сама себя так называет Дизайнера одевает нашу страну уже 26 лет Открыть ее 16-го бутика просто не могла пропустить ведущая Russian Music Box Ольга Золотая Сегодня у вас будет шикарная возможность увидеть ее новую коллекцию А еще я расскажу вам о некоторых сюрпризах, которые она вам подготовила У нас два бренда – Ло и Джей Эн Ло – это одежда уровня прета-порте, а Джей Эн – это прета-порте-де-люкс Это очень ограниченная серия Оба бренда включают в себя женскую и детскую коллекции Помимо одежды Яна делает обувь, а также огромное количество аксессуаров Оказывается, все это простая необходимость Невозможно Ло ни с чем сочетать, кроме Ло Сочетается только Ло и Джей Эн И началось, бижутерия чужая не идет сюда Наша Стали создавать бижутерию Ремни не идут наши Обувь не идет наша Платочек наш и так далее Понимаете, завязалось, что тотал лук надо делать А вот Оля Золотая со своим луком уже определилась Особенно девушке пришлись по душе самые актуальные в летний период аксессуары Здесь все сделано руками дизайнера, даже очки Оля, тебе очень идет Одежда бренда Ло создана для таких активных и деловых девушек Чаще всего, все-таки, вот как и мои подруги Энергичная, стервозная, карьеристка, да Он успевает ребенка, она нянчит все-таки Но чаще всего это да Потому что я говорю, если вот обратите внимание на какие-то передачи из правительства Там треть одета в мою одежду Одна из государственных тайн теперь раскрыта А энергичные бизнесвумен, да и не только Будут знать, где подобрать себе одежду по вкусу И при этом быть на пике моды Главное не забывать золотое правило Мода проходит, а стиль остается Ну вот и все Уже завтра в Миссбокс расскажем тебе о том Как же стоит отмечать 1 и 2 мая Что Лена Князева решила отметить накануне И кто из звезд станет обладателем знаменитых 12 стульев Об этом вполне возможно ты мог что-то слышать в наших официальных группах ВКонтакте и на Фейсбуке А также из официального инстаграма телеканала Russian Music Box А с тобой был Рома Кеннадо Ари Ведерсия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok